сегодня на фабрике old dream давняя мечта создаются меховые шедевры на и высшего качества а покупатели заказывают не то что нужно а то что им хочется all dream давняя мечта хватит мечтать пора действовать у нас сейчас опять комплектуются шубы из меха black lama здесь комплектуется одновременно сразу четыре шубы посмотрите на подборочном столе вот так все это лежит и вот здесь вот скажем так такая кучка откуда выдергиваются чулки по одному и по цвету между собой подбираются а та шубка которую я вам показывал прошлом видео скажем так включился небольшой нежданчик и как мы видим здесь нет абсолютно никаких проблем то есть полочка идеально проходит теперь нам нужно ее просто выровнять выправить естественно мы сейчас рисуем вот это лекала на щит и деталь выправляем и все выравниваем ее то есть все шовки станут идеально ровной они и так идеально ровный но выправить все равно вот ну и здесь тоже нахлёстик вот видите как бы шов я уже об этом говорил если мы с вами шов замаскировать не можем то мы его обозначаем мы его выделяем то есть как бы декоративный шов то есть вот ну видите да одно на одно среди минут я вам о нем сейчас расскажу шутка из меха black lama у нас уже пришла из стирки такой вот шаль богатый воротничок накладные кармашки сзади здесь у нас будет разрезе к шутку пришла химически ее постирали вот видите пух поубивался это все будет сбриваться но смотрите у нас произошла небольшая скажем так проблемка как говорится не всегда коту творог бывает жопая порог смотрите вот это рукав все остевые волоски я рукой провожу она матовая становится так блестящие все остевые волоски на месте а вот на этом рукаве процессе химчистки волоски вывалились и она стала матовым это конечно же страшно но скажем так не смертельно мы рукав выпарим подберем шкурки вставим сюда новый рукав теперь хочу объяснить почему это случилось в процессе выделки вот на этой шкурки скорее всего неопытный или возможно ленивый мездрильщик есть такая ну как специально мездрильщик когда снимают жир с шкурки он слишком глубоко прошел ножами пока живой и нарушил луковицу а на луковице держится остевая остевые волоски и в химчистке они просто вывалились они не выдержали стирку и вывалились вот химчистка как раз таки проявляет какой-то брак если не дай бог есть шкурках то химчистка сразу его проявляет и когда вы уже получаете готовый продукт от нашей фабрики именно от полдрин то вы можете быть уверены на сто процентов что здесь все проверено все четко все вот просто идеально вот а сейчас давайте я вам покажу мы занимаемся с курточкой тоже блэк лама вот как мы шьем эту куртку сейчас на эту шубку подбираем две шкурки на рукав которые мы будем менять которые я вот вам показал что такая вот у нас случилась проблемка после химчистки сейчас подбираем шкурки которые вот которые не заменим этот рукав сделаем новый рукав и вставим шубку вот это у нас шкурки которые подобраны на спинку вот и смотрите на заказ на эту курточку пришел 85 сантиметров но длина не позволяет сделать 85 сантиметров видите она короткая не хватает чтобы было 85 сантиметров вот я в каком-то видео уже своем показывал что можно сделать следующим образом вот так положить шкурки в длину вот как раз видны что мы работаем с плэк лама них черный кожевая белая и положить шкурку вот так вот так и длина как бы получится правильно вот но на самом деле это будет выглядеть настолько нелепо что просто ужас вот мы этим не занимаемся ну или можно допустим шкурку положить сверху я в каком-то своем видео показывал что вот так вниз положить шкурки а вот сюда сверху еще это будет нелепо это будет некрасиво поэтому каждую шкурку мы будем удлинять и здесь уже используется технология под роспуск так называемый и здесь в этой технологии также есть расчет то есть мы проставляем углы верхний угол нижний угол мы рассчитываем ширину какая должна быть верху какая должна быть внизу и затем также режем по 5 миллиметров каждую полосочку и делаем смещение то есть все шкурки будут под распущены и за счет этого мы получили длину ту которую нам надо и у нас не будет никаких нелепых поперечных соединений если мех идет направление меха вниз то она так и будет идти вниз от плеча и до самого низа просто вниз никаких вот таких вставок не будет вот то есть здесь все шкурки у нас будут уложены в длину направление меха будет еще раз повторюсь от плеча и к низу изделия никаких поперечных соединений не будет но если это поперечка то все шкурки должны быть уложены на поперек то есть вот так вот так вот так поперек а теперь представьте себе вот у вас три ряда идет поперек а здесь в самом низу идет вдоль это тоже будет нелепо поэтому если это поперечка то все шкурки на изделии будут уложены именно поперек если это не поперечка то все шкурки будут уложены вдоль сейчас все мастера занимаются каждой своей работой вот кто-то из мастеров ставит подкладу вот ставится на лисичку на шубу из меха лисы клеопатра потом далее в работе другой мастер занимается росшивом росшив кто смотрит мои видео уже понимает что росшив это вот так лиса нарезается на полосочки вот так и потом через замшу собирается то есть каждый мастер занимается своим делом делает это очень-очень аккуратно если посмотреть дальше мы видим здесь как раз таки и распускается делается подроспуск на нашу курточку вот обратите внимание вот рассчитанная шкурка короткая а это уже рядом длинная она готова мастер ее уже распустил и занимается следующей шкуркой вот идет также обратите внимание на качество идеальнейший вот мастер аккуратно подроспуск здесь на этом столе идет работа именно как раз шубкой которая расшивается это у нас шутка каприз называется вот готовые рукава вот ну и в общем вот так вот вся мастерская тихо спокойно занимается работой никто никуда не спешит никто ни за кем не гонится итак друзья давайте начнем вот с этой шутки мы на видео подобрали шкурку то что я вам показывал вот рукав высыпался ось прямые очень хорошо видно вот подобрали шкурку значит рукав будем менять то есть вот мы сделаем новый рукав вот и сюда вставим этот выпарим делаем новый рукав отдельно почистим вставим уже шутку второй раз химчистку отдавать и давайте теперь переместимся вот сюда смотрите на на нашу курточку все детали мы удлинили мы их не растянули многие думают что шкуру растягивают длину нет это специальная технология мы удлинили то есть вот видите шкурки были вот такие вот коротенькие а стали длинные то есть теперь когда мы прикладываем с вами лекала вот у нас вот прикладываем лекала то получается что у нас нет поперечных соединений и у нас все полностью проходит вот видите то есть вот все проходит все шкурки удлинили еще раз повторюсь и нет никаких поперечных соединений шкурки удлиненные теперь шкурки осноравливаются то есть обрезаются по бокам вот и соединяются в одно целое полотно вот таким образом соединяется все одно целое полотно вот все делается очень качественно очень аккуратно вот я в каком-то своем одном видео ну там по моему называется меховая фабрика вот все равно к нам поступают вопросы а у вас шубы фабричные или нет я там задал вопрос а что значит фабрика для вас фабричные шубы для вас может это какое-то заговоренное помещение сейчас собирается шутка из рыжей лисы очередной наша модель каприз очень пользуется популярностью и замшем мастер очень-очень аккуратно собирает вот полоски и вот мастеру хочу сейчас задать вопрос вот если бы компания в которой вы работаете называлась gucci или armani вы бы делали от этого лучше к любой работе нужно относиться с любовью и аккуратностью какая бы она ни была гучей любая другая фирма поэтому здесь только стараться с любовью это делать естественно аккуратно может быть это какое-то огромное гигантское помещение 100 тысяч квадратных метров где работает миллион людей сейчас идет соединение курточки вот между собой и деталей вот мы с вами находимся на фабрике ирина алексеевна если бы эта фабрика называлась допустим armani gucci или еще что то вы бы плохо делали или хорошо вот так же хорошо что здесь что на гуче то есть название не имеет значения спасибо что для вас фабрика фабрика этого вот фабрика эта фабрика и на этой фабрике работают мастера высочайшего класса и еще один очень важный момент в этом видео я там проговорил что не важно где вы делаете продукт в данном случае шубы важно как вы его делаете сейчас на подборочном столе у нас вот опять идет подбор внутри внутри на сегодняшний день я уже говорил очень много раз это совсем другая внутри это не та которую вы видели в магазинах 20 там или 15 лет назад и вот я хочу тоже сейчас задать вопрос мариам мариам а вот если бы на входе в наше помещение было бы написано гигантскими буквами меховая фабрика стояла два геракла подпирала крышу ты бы от этого лапа работала качественней ты бы стала фабрично или какой бы ты стала если человек умеет делать качественно будет везде делать качестве не зависит от того что не важно как называется фабрика шанель гучи мучи армании all dream без разницы главное продукт качественный продукт а теперь мы с вами продолжаем шить вот эту шубку и когда все полоски детали осноровили чтобы можно было их собрать вот обратите внимание еще раз на чистоту работы вы видите нет никаких чертами ничего там маша ваня полка 1 спинка 3 здесь этого нет чистота работы внутри такая же как снаружи сейчас все размечается мы видим здесь только вот отметки где должно совпадать вот ну отметки для того чтобы соединять между собой детали вот они так ручкой проставляются и потом на штормяшки это соединяем все делается очень аккуратно сейчас мы детали соединяем между собой шовчик очень аккуратно очень аккуратно наша задача чтобы во первых заправить хорошо них вторых чтобы наши вот отметки совпали слева и справа все было идеально ровно и вот так аккуратненько мы все собираем смотрите еще что хочу вам сказать у нас на фабрике работает 7 человек но от того что у нас работает 7 человек мы не перестаем называться фабрика фабрика удлим это 7 мастеров высочайшего класса вот сейчас пока соединение идет то есть это мастера которые знают что они делают они знают технологию и они выдают качество максимально вот я знаю есть такие производства где работает 300 400 человек и они выпускают 150 200 шуб в день проследить за таким количеством людей очень трудно вот и среди них обязательно конечно же попадается саранча саранча это те люди которые бегают из цеха в цех и ставят цеха на колени вот когда у тебя нашита 1000 шуб криво и косо хозяин не знает куда их деть а это это количество сотрудников 300 человек уже испортили гигантскую кучу меха гигантскую огромную кучу меха просто испортили и человек держится за голову не знает куда деть эти шубы их никто не покупает они не садятся они кривые они косые и начинаются следующие движения эти шубы нужно на что-то поменять ну допустим поменять на мех в лучшем случае в худшем случае начинаются варианты там допустим обмен на автомобиль какой-то дорогой премиального класса и находятся значит два человека у одного шубы которые испортили его работники ну мех испорчены работниками а у другого машина у которой миллион километров пробега он не знает куда ее деть и происходит своего рода бартер и теперь все радостные ура все хорошо бартер произошел но тот который отдал машину с миллионом километров пробега теперь не знает куда деть эти шубы и он начинает их сливать там по минимальным ценам а другой не знает куда деть эту машину вся поломанная у нее миллион километров пробега вот такое происходит это то есть фабрика 7 человек мы делаем оптовые заказы мы делаем розничные заказы мы делаем индивидуальный пошив и мы все делаем очень качественно очень качественно качественно ну когда 300 человек выпускает 150 шуб в день я не знаю сколько технологов с каким образованием там должны работать чтобы каждая шуба получилась куколкой уважаемые оптовики хочу обратиться к вам вот для того чтобы не было вот таких вариантов что шубы которые не знаем куда деть начинаем менять ну потому что они плохо сшиты начинаем менять на машины на кирпичи на бетон там еще на что-то вот размещайте заказы у нас мы сошьем вам качественные вещи вот перед вами висит это все сейчас индивидуалка мы все понимаем что сейчас идет сезон и мы выполняем сейчас индивидуальные заказы все оптовики приходят к нам в межсезонье вы все это знаете лучше меня вот и еще один момент из ста процентов товара шуб которые у нас берут оптовики у каждого из них порода на 85 процентов это о чем-то говорит то есть задумайтесь ну а мы с вами продолжаем сборку нашей курточки из меха норки black lama вот и готовое полотно сейчас с вами посмотрим основу мы собрали основа получилась идеально ровно вот мы можем приложить лекала наши по центру спинки с этой стороны закладывается . вот мы с вами видим что все получилось у нас прекрасно великолепно сейчас это основа пойдет в управляться на счетах она и так ровная и выправлять ее казалось бы не надо но выправлять обязательно нужно чтобы выровнять все шовчики пройтись где надо анилином и значит чтобы у нас было все идеально чтобы все это было люкс вот она готовая вот но со стороны меха давайте посмотрим это будет вам и еще раз повторюсь вот и здесь у нас здесь теперь мы начинаем заниматься также готовим капюшоны на вправку в набивку и рукава вот от этой шутки ну и естественно еще пояс на пояс у нас шкурочки здесь лежат отобраны и она будет под пояс теперь смотрите еще один момент значит вот эти точки которые я вот вам показывал которые мы проставляем они должны совпадать вот когда мы собираем чтобы вот идеально было для чего они должны совпадать они должны совпадать для того чтобы у нас полотно скажем так не съехала то есть мы с вами видим идет полукруг вот оно четко собрано по лекалам причем лекала мы не прикладывали мы собирали именно по меткам получился полукруг если эти метки не ставить может получиться вот так вот смотрите вы две детали соединили потом еще одну деталь соединили и должно быть ровно а может получиться вот так одна выше другая ниже третья еще ниже и у вас получится как бы перекос это очень плохо и так кстати многие делают потом набивщики это в правке пытаются выправить но то что выправил набивщик все равно станет криво и давайте я вам сейчас покажу все-таки посадочки где-то попадаются как работать с посадкой правильно давайте я покажу на кусочках вот мы ставим отметина 1 2 потом ставим отметина 1 здесь а другая вот здесь ну вот допустим не совпало видно да вот не совпадает а здесь поставим наоборот одну вот здесь а другую вот здесь вот так и нам нужно чтобы это совпало вот теперь давайте пройдем с корняшки и покажу как это происходит включаем машину первую очередь совмещаем вот эту меточку вот первую и и начинаем собирать мы знаем что это ведущее колесо и нам нужно чтобы вот эти две метки совпали то есть мы просто подаем эту часть больше вот видите как бы бугорочками я подаю ведущая колесо она как бы поедает вот эту часть и у нас метки совпадают вот сейчас мы дошиваем вот смотрим проверяем контролируем и вот видите ведущее колесо сделала так что метки совпали вот давайте посмотрим вот видите вот 1 вот 2 видно да вот они совпали это и это Здесь у нас теперь дальше нужно прошить так, чтобы вот эти две метки совпали Но здесь у нас получается отрицательная посадка Эта метка здесь, а эта дальше Естественно, когда мы делаем отрицательную посадку Нам нужно наоборот вот эту часть подавать Но это колесо не ведущее, оно ведомое То есть это сделать очень сложно В этом случае просто подталкивайте колесико пальчиком Вот видите, я подталкиваю, и оно делает посадку Вот я подталкиваю пальцем, я шью и подталкиваю Естественно, это все опыт, чтобы так сделать Вот смотрите, раз Обрываем И видим, что у нас метки совпали Даже немножко прозевал, скажем так То есть здесь мы сделали положительную посадку Здесь отрицательную, спасибо Сейчас мы с вами вместе переместились в набивку Мы сейчас основу переносим на щиты Вот мелом обрисовываем основу Ну, чтобы мы видели, куда нам набивать наше полотно Вот Перерисовываем аккуратно основу на щит Обводим все Лацкана, плечи, проймы Все обводим Правую сторону перенесли Сейчас переносим в левую сторону Лекал относительно центрального Ну, центра спинки Итак, вот видите, мы с вами основу перенесли на щит Нарисовали на щите И сейчас сюда мы закладываем наше полотно Обратите внимание, отмечены борта Обязательно борта Отмечен центр обязательно Отмечены места, где будут выточки То есть это обязательно все отмечается Теперь наше полотно закладывается сюда На нарисованный силуэт Как мы с вами видим, все закрылось С этой стороны, с этой стороны Все по линиям закрылось, все хорошо И начинаем правку Если изначально все сделано правильно То в правке, видите, вот половинка лежит Вот она лежит У нас это уже прибитая основа Выправленная Вот, и все четко Итак, основу мы выбрали Шовчики прошли, значит, аннилином И сейчас Мочим специальным раствором основу Вот, и отправляем ее в сушку После того, как шубка придет из сушилки Нам останется Основа придет из сушилки Нам останется сделать точную копию лекала Это тоже не так просто Не все могут делать точную копию лекала Приложить лекала и обрезать точно по лекалу Это тоже не так просто Я видел, что многие прикладывают лекала Но обрезают далеко не по лекалу Так, смотрите У нас основа от нашей курточки уже набита на щитах Мы подготовили сейчас рукава На эту курточку Вот, рукава, пара Один, второй Вот На эту курточку мы подготовили капюшон Он также сейчас пойдет в правку В набивку И мы подготовили рукав На замену вот на ту шубку Вот на эту шубку Вот рукав Он тоже сейчас пойдет в правку Вот И теперь По поводу того, что у вас шубы фабричные или не фабричные Смотрите, в том видео, которое называется «Меховая фабрика», я показывал оборудование, на котором мы работаем. У нас все оборудование промышленное. То есть все промышленное, все налаженное, идеально. Каждая машиночка, каждая иголочка, все работает четко, идеально. Любой станок. Но это оборудование, хоть оно и промышленное, оно же само по себе не будет работать? Ирина Алексеевна, машинка без вас будет работать? Нет, конечно. Мы управляем машинками. Маргарита, будет без вас что-то работать? Нет. Мы все делаем, все управляем. Да. Без нас ничего не делаем. Которые работают здесь, они это делают, ну, я не знаю, у меня слов нет. Очень хорошо, качественно. Потому что они делают этот продукт, шубы, для вас. Кто хочет приобрести качественную, добротную вещь, которая прослужит не один год, именно у нас, на нашей фабрике, сейчас в углу экрана, вы видите QR-код. Наводите на него телефон и попадаете на наш сайт. Или же просто надпись, вот видите, это адрес сайта alldream.ru. Видео на самом деле получилось длинным. Продолжение готовую куртку и шубку с замененным рукавом мы посмотрим в следующем видео. Ну, а сейчас, если это видео вам было интересно или неинтересно, ставьте палец вверх или вниз, пишите комментарии, ругайте, хвалите, все что угодно. Тем самым вы продвинете немножечко канал вперед и больше людей узнают, как же шьются качественные фабричные шубы. Спасибо, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!